добрый день дорогие друзья с вами дмитрий вланов и канал сады тамбовщина и сегодня я вас приглашаю на прогулку по моему участку и пройдемся по всем моим растениям ну и почти всем итак вот мой дом перед вами вот моя парадная калитка всех гостей мы встречаем именно отсюда заходим в калитку и видим здесь весь дом парадную зону в этом году рабочие приходили и как вы уже знаете из предыдущих видео сделали нам вот все заезды подъезды парадную там вот все заезды все уложили в плиточку весь двор и оформили наконец-то все клумбы я ждал этого момента чтобы вот в последующем снять вам обзор моего участка целиком и осталось нам только на участке с улицы доделать этот соколь дома и вот все прилегающие также вот эти вот не отделанные стены но к сожалению наш семейный бюджет весь съела плитка в этом году и так что я думаю отделка вот соколь будет только в следующем году так что еще вот на эти обшарпанные низы придется посмотреть мне еще вот ну и вам если желаете вместе со мной и так вот мой дом и когда мы заходим то перед нами вот такая вот небольшая клумба здесь вот по краю от забора посажены азалии листопадные те кто уже видел эти видео они знают мы их сажали вместе я готовил под них траншею и посадил сюда вот шесть кустов азалии но основным акцентом здесь является вот эта туя альба спиката она была посажена самой первой на этом участке то есть вот все что вы видите вокруг заборы плитка был только дом даже не было вот сделано этого крыльца не было заезда вот в гараж который ряд вместе с домом у нас не было ничего абсолютно но я привез с москвы тую она мне очень понравилась такая пестренькая альба спиката рядом с ним оживельник китайский также в регатный сорт сейчас я не могу сказать его название но вы можете пошерстить если интернет то найдете название в интернете я у меня записано название но к сожалению сейчас вот я вам не смогу прям вот все названия сказать это будет горизонталь это будет вертикаль вертикаль будет до 5 метров в высоту приблизительно ну а ширину у нее можно легко регулировать с помощью стрижки и вторая вертикаль рядом с ней будет поменьше это можжевельник old кон вот про него хотел сказать это такой красавчик у меня он достаточно уже подрос где-то сантиметров 50 наверное посажен уже в этом году как три года нет в этом году если весной считать то ему два года вот то есть посажен в позапрошлом году этот его у меня вот 3 вегетационный период правильно если сказать и вы не представляете вот насколько он хорошо дает прирост и посадил я его вот мой палец большой вот смотрите вот смотри с мой большой палец был вот такой укорененный черенок вот все что остальное вот это вот приросло это приросло вот за позапрошлый год и за прошлый год в этом году он только вот выпустил приростики вот эти свои небольшие яркие желтые их надеюсь что прирастет в этом году неплохо по краю у меня посажены бордюрные вот здесь вот здесь и вот здесь это посажены сентябрины но они такие бордюрные небольшие вот что здесь еще посажены ну там вот очетки разные посажены бадан в этом году вот я посадил его сюда но посадил на солнышко просто купил вот воткнул пока не знаю если при обильном поливе вроде как пишут блогеры многие что он и на солнышке хорошо при обильном поливе растет но посмотрим если не понравится значит пересажу его вот такая красивая куртина флокса шаловидного здесь же вот он уже отцветает когда зацветал только то вы не представляете это было зрелище просто великолепное далее далее вот сейчас снимаю все все начинает просто вообще выскакивать из головы пихта корейская на на то есть это будет тоже такая горизонталь скорее всего чем вертикаль здесь вот посажена у меня глобоза туя западная но скорее всего она у меня тоже теперь отсюда переедет потому что им здесь будет тесновато ну дальше там капуста роза плетистая но я его высоту не буду пускать сейчас обойдем и посмотрим с другой стороны здесь вот уже жена высадила цветочки какие-то цветут какие-то не цветут это вот кстати мы оставили просто в старых горшках вот этот вот этот вот этот вот этот маточники с которых мы их ломали черенки у меня есть видео где я укореняю черенки вот далее одна тоже из моих таких дорогих покупок это вот такая пока еще маленькая сосногорная мопс но в том году она у меня была посажена весной и вот в этом году она уже выпустила все свои приросты и растет вот здесь вот будет такой шарик я думаю не очень большой до метра я конечно хочу чтобы немножечко вот так вот на на плитку сюда все это вылазила и немножечко закрыла вот такая вот клумба здесь розы здесь вот посадил еще какой-то траву цветет желтым к сожалению тоже название сейчас вам не скажу там вот заячьи капуста единственное что здесь портит это вот этот вот электростолб у нас весь вид но мы все ждем что их будут демонтировать и поставят их уже на улицу за забор потому что так у нас у всех вот эти столбы оказались внутри в полисадниках вот такая вот клумба там у меня приподнятые клумбы по ней я обзор делал это лиственница на штамбе это глаук и глобоза это туя западная амберглоу это ель канадская сандерс блюх это сосна горная сейчас подойду ладно поближе сниму сосна горная winter gold вот она кстати выпустил тоже прирост и она сажалась в этом году выпустила прирост и все вот такие вот небольшие пока что зелененький и вот этот вот золотой у нее окрас потихонечку потихонечку начал уходить на нет то есть летом она зелененькая вся ярко зеленая а в зиму она становится золотистой очень интересный сорт очень хороший доделал я всю эту клумбу мне оставалось вот здесь вот по краям досыпать все заполнить все промежутки землей и вот высадил я сюда по краю лобелию мою бедную замученную несчастную лобелию который все еще росла в таре который тоже есть видео как я сеял вот ну вот у кого-то может быть лобели получше у меня к сожалению но не доходили руки я все думал что вот справлюсь справлюсь пораньше но никак не получилось и здесь вот у меня получились в основном это хвойники вон моя лиственница кстати лиственница я думал все как же ее сорт все копал копал но наконец-то нашел и это оказывается лиственница японская на штамбе пендула и вот и все ну и также здесь вот посажено несколько еще молодых саженцев гейхеры ну вот такая вот клумба приподнятая перед домом я на нее уже делал обзор отдельно итак пойдем дальше по краю дома у меня посаженных клумба с можжевельниками можжевельник золотистый это у нас star gold star или star gold не помню нет нет неправильно old gold вот как старый золото эти вот можжевельники колоновидные это blue arrow туя западная даника небольшая можжевельник китайский mint julep который мятый пахнет вот этот вот можжевельничек купил у рук с бабушки гальт обычный такой можжевельничек который растет у нас ну вот в лесах но в лесах у нас я можжевельников не наблюдал может где-то очень редко встречается но до этого я вам показывал олдкон который очень быстро нарастает этот вы не представляете он вот нарастает буквально вот настолько вот за лето то есть он посаженный был гораздо раньше олдкона но размер его вот то есть свою ладонь вот палец мой большой для сравнения он очень медленно растет если вот даже мин джуле был посажен тоже небольшой саженец но он вот видите какой от рядышком их сниму этот вот он очень небольшой вот такой можжевельник который был посажен ну приблизительно все это было посажено вот позапрошлом году наверное вот и вот он тоже что-то это наверно blue sweet а вот этот вот blue chip или наоборот этот blue sweet а вот тот blue chip потому что их покупал вместе и вот сейчас могу напутать название и вот здесь вот как бы я хотел чтобы по краю дома была такая аллея то есть вот здесь два blue arrow и вот там два blue arrow а вот серединке я думал что вот этот можжевельник нарастет я сделаю такую сферу как бы из него круглую но вот когда это все нарастет это конечно вопрос разделяет мою как бы сказать дворовую часть и вот это вот боковую часть это вот такие вот уже большие можжевельники blue arrow то и западная сморакт и вот здесь также посажено два можжевельника это вот один андорро компакта можжевельник сейчас вот он такой золотисто-зеленый в зиму вы не представляете он фиолетовый фиолетовый становится очень красивый он сначала буреет становится коричневый а потом становится фиолетовый и вот этот вот можжевельник я тоже покупал с рук у бабушки но вот по всем описаниям по всем своим как бы сказать характеристикам он мне больше напоминает почему-то кипарисовик горохоплодный ну вот во всяком случае мне так кажется после того когда делали плитку вот клумба на получил у нас немножечко расширенная их нам пришлось вот с той стороны у нас чистый камней если вы можете видеть а вот с этой стороны грязный камнем этом году еще раз вот 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 видно хорошо то есть вот так вот с этой стороны чистые с этой стороны грязный коми они еще не отмыты и нам пришлось ездить еще за камнями и делать оформлять эту клумбу до конца вот единственный который мы сделали ну типа типа что-то сухого ручья ну это не сухой ручей потому что сухом ручье должно все расти по берегам а у нас здесь посерединке растет и выходим вот на такую вот длинную клумбу который у нас края забора расположены ну и пойдемте сначала я прогуляюсь с вами расскажу что здесь растет кстати вот приготовил еще землю но это потом будет все здесь вот папоротники здесь вот только высадили клематисы которые я также у меня есть видео обзор когда их покупал в феврале или в марте месяца обзор называется магнолия сажать или не сажать в тамбовской области папоротники здесь вот плетистая роза фламентанс в том году вы не представляете это была вот такая красавица с меня вот подставка стоит 2 метра высотой она была вся оплетена этой розы и вся шикарно цвела даже было повыше чуть-чуть и у нас проходящие люди все подпрыгивали даже смотрели на шапку торчащую красных роз но к сожалению после этого после того как она цвела и сбросил все цветки она отсохла вся напрочь под корень и вот до этого вы если видели тоже видео в котором я сажал две розы фламентанс я покупал у этой женщины на рынке эти два саженца и я думал что один вот я посажу сюда но немножко солнышко пригрело и роза моя пошла наращивать корни от корней так как это укорененная роза то есть корни собственные то есть она в шиповник не может уйти вот она пошла наращивать от корней порсель молодую и вот я думаю что если в этом году она даст хороший порсель то в следующем году она будет цвести здесь опять папоротник здесь спирея это вот спирея или литл принцесс но скорее всего это не литл принцесс как я покупал тоже с рук покупала у нас на рынке а скорее всего это golden carpet спирея вот такой красивый прямо стоячий барбарис сейчас к сожалению тоже не скажу вам сорт потому что их очень много сортов и в них у меня постоянная путаница здесь вот елочка не деформис уже в этом году дала прирост и вот такие вот еще они нежненькие очень красиво был когда она только-только распускалась здесь что еще тис колоновидный брал как сорт дэвид брал в москве с этикеткой но не знаю что из него получится но во всяком случае это вот было посажено в том году осенью то есть вот он укоренился и уже в этом году дал прирост чего к сожалению нельзя сказать о можжевельнике колоновидном обыкновенном компресса вот они были куплены вместе тис ягодный и можжевельник компресса можжевельник компресса все отсушил но там вот снизу не несколько было веточек которые были еще зеленые но к сожалению не знаю буду поливать конечно подожду еще какое-то время может месяц может быть что-то и выдаст он из серединки там какие-нибудь побеги но вот так вот что-то у нас принимается что-то не принимается лаванда если в том году перезимовала очень хорошо и кусты были такие огромные то есть это вот были кусты приблизительно вот этот вот барбарис желто-зеленый то в этом году все отсохло напрочь то есть вот некоторые веточки дали прирост некоторые веточки все мы обрезали и оттуда пошла корневая поросль уже второй куст у меня был посажен вот там вот где стоит белый горшок там я уже выдрал его потому что он весь весь засох я думаю то что она выпрыла потому что очень было много снега в этом году и многие хвойные вот этого снега в этом году пострадали дальше еще один барбарис вот такой вот красивый но этот вот с паникающим ветками вот эти молодые приросты они сейчас таки прям стоячий но потом они начинают паникать здесь вот у меня уже второй ход никак не не отрастет почему-то гвоздика чего-то и здесь не хватает кстати вот ждем дождей уже порядочно очень где-то неделю нас кормят дождями уже обещаниями то что будут дожди но 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 дождей нет ребята после того как растаял дождь снег у нас был всего один дождичек небольшой шел с утра до 12 такой мелком растящий на ладони не промочил землю а больше дождей у нас не было мужжевельник стрикто тоже такой порядочный да вот 10 литровое ведро вот мужжевельник порядочно нарос он был посажен в позапрошлом году в этом году неплохо перезимовал имеет такую хорошую форму вроде растет и там вот был второй посажен их москве брал не очень дорого и поэтому взял два между ними туя не даника это то у нас канадская а это тэдди то и тэдди вот тоже вы не представляете сейчас вам покажу вот на примере череночек был вот такой вот брал и вот получается два вегетационных периода то есть это наросла с такого небольшого небольшого череночка вот такая хорошая шапочка но правда я ее накрываю прям целиком первый год накрывал пластиковым ведром в этом году накрывал ее контейнером вот таким вот черным 45 литровым контейнером накрывал и вот она под контейнером перезимовала достаточно неплохо вот здесь вот у нее было только вот здесь в этом месте была одна сушная веточка вот по забор сегодня мы его направили мы посадили х 7 сортов клематисов также у нас здесь вот растет лапчатка сажал осенью в том году не знаю какого цвета там вот еще у нас был один саженец лапчатки этот старый можжевельник стрикта ну вот так вот пока пока все это маленькая очень хорошо растет купе на лекарственное и она цветет и мне допустим в ландшафтном дизайне она очень нравится это такой кустик это вот я мы когда переехали со старого дома сюда в новый дом я там выкопал вместе вот когда ирисы выкапывали все оттуда и выкопал тоже купе она прям одну одну луковичку корневище не не луковичку а корневище она была буквально там вот одно небольшое ну вот разрослось уже начинают уже кое-какие питуньки у нас зацветать вот этот махровая питунья зацвела здесь вот зацвела вот такая вот питунья фиолетовая красивая чубушник вот кустик почти уже меня догнал почти два метра ростом вот этот вот куст в этом году будет цвести все на бутонах вы не представляете вот таким вот буквально черенком сажали чубушник или жасмин махровый вот такой вот он уже стал раскидистый хороший кустик рядом с ним еще один жасмин вариегатный сорт вот с такими красивыми пестрыми листьями правда не знаю вот то ли он махровый то ли обыкновенный но вот когда зацветет покажу вам обязательно и дальше здесь вот идет магония кстати вот магония если вот жасмин я брал все такими вот укорененными черенками буквально и за сезон вот этот вот черенок в том году был вот такой вот вот он за тот год нарос вот а вот этот вот череночек мы брали нам его дали на сдачу в придачу так скажем этого не представляете был череночек вот буквально вот такой вот я его посадил и даже не питал никакие надежды потому что в прошлом году лет было очень жарко но вот честно скажу у него пару даже когда я посадил вот пару вот этих листьев завяли и он так долго долго сидел а потом начал расти и вырос вот прошлогодние приросты то есть это где-то полметра есть а в этом году уже вот он выпустил вот такие приросты это вот тоже за жасмин вот такой вот в реегатный сорт здесь уже начала зацветать лапчатка это вот самая моя любимая нежно-розовая нежно-нежно такая персиковая розовая лапчатка но она только только начала зацветать мы в этом году сильно подстригли вот та лапчатка и вот это это два кустика вот здесь вот этот вот густик поменьше обстригли вот он уже побольше зацветает мне очень нравится почему-то вот такие мелкие нежные цветочки так идем дальше а то видео становится уже затянутым гортензия древовидная аннабель вот срезал ее на пень в том году она у меня очень сильно также хлорозила и в этом году тоже хлорозит подкармливаю ее удобрением для рода дендронов но пока не помогает ничего вот так вот верхние листочки у нее хлорозит вот такой вот он росла неплохо в том году росла похуже там вот у нас еще один клематис привязан сегодня только прошли их все привязали здесь вот это целая история прям нужно отдельно снимать вот кустик сейчас забегу вперед и вот кустик это у нас штук роза махровая нежно-розовая в том году мне сказали и я где-то прочитал что если ее рано посадить очень то она зацветет в этом же году вот мы ее сажали в конце апреля в конце января посадили в конце января она такая была чахленькая дохленькая потому что же у них очень мощная корневая стержневая система вот корневая стержне корневая стержневая система и такие они полудохлые были и сюда вот я высаживал наверное три саженцы и вот туда три саженца в мае мы высадили их и такие они стояли дохлые 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 а когда осенью нас в сентябре пошли дожди такие ливневые затяжные вы не представляете это вот наросла почти такая же шапка ну а в этом году уже вот это вот буйство извините вот это вот буйство прет прям дуром и уже начинает выпускать стрелки с бутонами и рядом здесь вот в том году также я покупал как тис ягодный можжевельник компресса вот такую маленькую тую голден смаракт ну то что голден видно немножечко она отсушила макушку здесь вот наверное потому что не очень хорошо укоренилась до зимы но тем не менее перезимовал не засохла и дает вот уже вот это вот уже и так думаю что этот приростики уже прям новые потому что он была макушка отсушена этот уже стал повыше здесь вот хороший пышный пустик у нас спиреи но сорт вам сейчас тоже не скажу вот когда она прирастает это такие красные листья но сейчас она практически полностью уже наросла и уже выбил соцветия то есть она вот уже через неделю где-то будет уже состоять такая нежно розовая или же на хальту бледно-розовая ну здесь вот много по участку мы могли видеть он там он под можжевельниками у меня много очень растет частиц шерстистый или стахис это вот у нас астро верескообразная ну или тоже сентябрины как их можно назвать только такая стелющаяся форма называется астро верескообразная она зацветает поздно поздно в октябре и вы не представляете когда уже все все пожухло вот и уже короткий световой день тогда она выбивает свои соцветия и вот таким вот белым белым ковриком становится ну вот как бы так сказать не очень поздно цветет но тем не менее тоже красиво но больше мне нравится то что она застилает вот низ большие вот такие пространства также вот здесь вот посажена еще одна лапчатка желтенькая вот уже начала зацветать на бутончиках вот калина к моему несчастью пораженная вся черной тлей вот вчера я обрызгал но чё тут я не знаю не хотел пользоваться химией муравьи вон ползают не знаю живая она или мертвая ну будем завтра еще раз смотреть и если нет то будем еще раз брызгать уже химией пока поврызгал народным средствами настоем горчичного порошка посмотрел тоже в ютюбе говорят помогает вот побрызгал завтра посмотрим что будет дальше здесь вот вырастает из земли эхинацея рядом вот такой уже раскидистый кустик это у нас барбарис но барбарис очень красивый листовой сейчас вот пока это все зелененькая но вот потом все это будет пестренькая вот такое и даже вот когда молодые побеги до конца выбьют листочки то они становятся такими бело-зелено-розовыми как будто их как у меня жена говорит как будто кто-то краской их кисть как будто над ними кто-то потопотряс и они такие вот здесь вот вот хорошо видно вот бело сейчас они бело-зеленые а потом становятся еще и розовые маленький можжевельник спартан тоже был посажен прошлой осенью поздно уже но перезимовал немножко по отсушивал там хвою внизу но здесь вот весь живое весь мягенький вот такой вот небольшой саженец это тоже будет как вертикаль чтобы закрывать забор вот соседей дальше можжевельник вот такой какой-то казацкий стелющийся это дали знакомые просто веточках которые они обрезали было с корнями вот в том году я прикопал но она долго очень болела там даже были знаете как не корня а такие зачатки корешков но тем не менее перезимовал он весь такой живой не не помер так скажем вот этим думаю что уже в этом году он будет прирастать здесь вот кустик сам шита в этом году так как у нас вот здесь вот подпорная стена идет во дворе это вот уже двор у нас зашли мы вот сюда здесь две клумбы и по краю под подпорной стеной нашего огорода здесь вот у нас зимой очень много снега а в этом году так это было под все вот это вот так вот заметено на целых полтора метра наверно снегом здесь вот сам шит ему сломала отломила серединку но тем не менее он так вот тронулся в рост везде вот как вы можете видеть рассыпано удобрение рассыпал специально по сухому думал что будет дождик но обещают уже три дня но дождей нет а то что из лечки мы бегаем поливаем все каждый день абсолютно но они вот особо не размываются и так закончилась наша боковая вот эта клумба который идет по краю забора и переходим сюда вот под подпорную стенку долго я думал что здесь сажать и решил здесь посадить так как здесь тень это северная сторона решил здесь посадить хвост и но хвост и вот этой вот допустим очень нравится уже такая но она и уже давно посажена она посажена здесь практически самого основания то вот была посажена только той осенью вылазит вот такая вот в регат на это вот тоже посажен буквально два дня назад хоста поливалась даже залили листик вот красивая и она что мне на понравилось у нее вот этот асимметрия идет то есть есть хост и симметричные у которых только полосочка в серединке желтая или белая а есть хост и вот с такой вот с расцветкой с асимметричный здесь вот также у меня гвоздика вот этой гвоздики вот здесь нравится вот там сбоку я снимал я это многолетний гвоздика там сбоку не нравится но вот здесь вот у меня посажен можжевельник ой можжевельник кипарисовик колумнарис голубой вот он был в этом году тоже под снегом ничем его не укрывал ставил вот так вот над ним только палки шалашком чтобы снег его не поломал но в том году и в этом году он сильно очень отсушивает после зимы свои ветки вот такой вот маленький кстати в том году он был позапрошлом году он нарос у меня достаточно вот так вот наверное и это вот если вот туда посмотреть то это от низа идет боковая веточка просто а вот то что было высокой он весь весь засох ну вот мучается но тем не менее растет потихонечку не знаю может быть если вот эту зиму он еще не перезимует то на следующую я его пересажу если будет ему здесь плохо цветет децентра и тоже нравится тень вот точнее на тоже уже наверно отцветает потому что он уже попадали уже все цветочки опали я ветрам-м프 сдуло но мне больше нравится эту традиции на листва ну и дальше FA ook здесь вот ковриком расположился какой-то почвопокровник цветет где-то в июле в августе покрывается весь сиреневым цветочками такой вот мягенький небольшой ну вот очень ему здесь Нравится тоже, несмотря на то, что тень Вот, ну и хосты Ну и вот так вот вышла из зимы Маятуя, которая была Целиком вся засыпана снегом Очень она в таком плачевном состоянии Я ее в два раза уже обрабатывал Эпином Ну и вот, как вы можете видеть Края уже нарастают А серединка вся вот так вот Выприла у нее Я думаю, что выприла Потому что вроде посмотрел по болезням Но ни на что это больше не похоже Потому что именно Вот, обгорела Можно сказать, или выприла Я даже не знаю, но Скорее всего это выприла Но тем не менее, дает новый прирост Мне ее уже Как бы хотели, рекомендовали Подстричь, но стричь ее Пока не буду Посмотрим, что будет дальше Здесь вот две хосты Крупных Они были посажены Тоже только осенью этой Ну и дальше идут Грядки кислые мои На которых посажена Рододендерная Очень уже было много снято И буквально вчера Я раздербанил Вот здесь была посажена Вот она Новая зембла Ну то есть все Она целиком сдохла Вот это ее основание Куста вот было Толстый Достаточно мощный Был куст Но вот вы здесь Можете веточки Все эти посмотреть Вот они все высохли Все ломаются Древесина там Неживая Черная Вот Ну все Я ее выкопал Вот Надо теперь здесь Привести все в порядок Так Следующая Будет Следующая Следующая Дендрон Фантастика Пол куста Так вот Отсушил Пол куста Начал давать Приросты Ну думаю Что этот Еще живой Потому что Пробую тоже Ломать Вот как Новый земблу Но у него Вот эта вот Сухая Она отламывается Сразу А вот эти Вот они Такие все Мягкие Еще И вот здесь Вот Начинают Просыпаться Вот вы можете Видеть Зеленые почки Ну посмотрим Что будет Это Мой уже Какой получается Третий год Когда я пытаюсь Вырастить Орда Дендроны Вечно зеленые У нас Но пока Все это Не приводит Ни к каким Результатам Далее Что далее Далее Вот здесь Вот Рододендрон Все Даже Выскакивают Редджек Который я покупал Этой весной Делал обзор И там Вот Рододендрон Германия Сорт Это Вот Вечно зеленые Ну Вот Вроде Принялись Они Цвели Они Принялись Вроде Дают Приросты Вот Жимолость Кстати Капарифоль Вриегатную Вот купил У горшочки Укорененный Черенок Тоже Ну пока стоит Придумаю Место Куда посадить Тогда посажу Сниму обзор Как буду сажать Вот Рододендрон Вечно зеленый Редджек Дальше Рододендрон Вечно зеленый Германия Но этот Вот Он побольше Уже дал Приросты Распустился Вот Хотя Очень сухо У нас Мы поливаем Подкисляем Воду Но вот Так Вот Как есть Далее Рододендрон Сихотинский Цветет Мелкими Цветочками Было Посажено Если Вы смотрели Видео До этого Когда я их Открывал Было Посажено Два Черенка Один Черенок Вот Походу Он Никак Вообще Другой Черенок Более Или менее Зеленый Такие Листочки И вот Что радует Вот здесь Пошли Вот эти Спящие Почки Они все Проснулись И Пошли Вот такие Вот уже Приростики На нем Буду Думать Буду Надеяться Буду Думать Буду Надеяться Что Он Все Таки Отойдет Потому Что Он Очень Неприхотливый Как мне Говорил Хозяйка Который Который Я покупал Ну А этот Вот У нас Начинает Оживать Уже И Прирастать Ордодендер Листопадный Азалия Листопадная Сорт Зарина Вот Она Отцвела У меня Было Несколько Видео По тому Как Она Цвела Вот Она Отцвела Сбросил Последние Цветки Наверное Сегодня И Что Я Хочу Вот Она Здесь Заложила Семенные Коробочки Я Их Не Буду Обрывать И Попробую Посеять Если Соберу Семена Попробую В следующем Году Посеять Семена Вот Такой Вот Кустик Снизу Начинает Нарастать Тоже Вроде Неплохо Вот Такие Вот Дела И так Разворачиваемся Дальше Здесь Кто Смотрел Обзор Моей Клумбы Гадкий Утенок Ну Вот Так Вот Теперь В Плиточке Все Это Оформилось И На Гадкого Утенка Она Совсем Не Стала Похожа Это Наша Самая Первая Клумба Но В том Году Осенью Я Решил Посадить Как Положено Оформить Что Мы Здесь Имеем Мы Имеем Здесь Раз Два И Три Ели Коники Которые Дали Тоже В этом Году Хороший Прирост И Перезимовали Они Не Обгорели И Вот Выпили Прирост Видите Какие И еще Выдали Почки И Вот Сейчас Эти Почки Тоже Хотят Вот Смотрите Видите Они Хотят Еще Прирасти Но Я Их Всех Подкармливаю Зеленой Иглой Удобрением Так что Может быть Активный Рост Такой Еще Из-за Зеленой Иглы Здесь Вот Сосна Горная Но У нее Приросты Тоже Небольшие Кстати Как у Мопса Но Хвоя Более Мягкая Более Длинная И Приросты Небольшие Я Скорее Всего Думаю Что Это Бумилио Наверное Сосна Но Потом Посмотрим Может быть Она Отсюда И Перекочует Куда Потому Что Мне кажется Что Им Здесь Будет Вот С Коникой Тесновато Вот Таким Красивым Золотистым Пятном Растет Спирея Голден Принцесс Вот Это Спирея Голден Принцесс Вот Это Такой Будет Тоже Невысокий Кустарничек Вот А Вот Здесь На Углу У меня Растет Спирея Литл Принцесс Вот Это Литл Принцесс Это Прям Буквально Такой Почвопокровный Кустарничек Кстати Тоже Вышло Из Зимы Плохо Все Которые Ветки Она В том Году Дала Она Всех Отсушила А Вот Эти Приросты Все Это Корневая Порс Вот Такой Представляете Вот Эти Маленькие Буквально Маленькие Расточки И Все Уже Выбили Бутоны Здесь Вот Посадил Еще Флокс Шаловидный В этом Году Весной Покупал Белый Здесь Вот Цвел Флокс Шаловидный Тот Который Около Дома Голубой Там Вот Еще С той Стороны Зайду Флокс Шаловидный Розовый Тоже Отцвел Уже Вот Несколько Цветочков Осталось И Посажены Еще Здесь Таким Тоже Большим Будут Летним Пятном Это Две Розы Вот Там И Там Две Почвопокровных Розы Одна Красная Вот Эта А та Белая Сорта Записаны Но Сейчас Вам Назвать Не Смогу Мучается Второй Год Спирея Криспа Вот В том Году Весной Я купил Вот Такой Буквально Тоже Маленький Череночек Но Он Так И Просидел Все Лето Никаких Приростов Не Дал Вот Он Если Вы Можете Видеть Вот Он Сухой И За Зиму Все Это Отмерло Я Уже Думал По весне Что Придется Сюда Что-то Сажать Новенькое Но Потом Приглядевшись Понял Что Идет Корневая Порсель И Вот Я Думаю Что В этом Году Хоть Что-то Нарастет Ну Что Хочу Еще Сказать По Колиусу Вот Такие Вот У Меня Зяблики По-другому Прямо Назвать Не могу Достаточно Была Неплохая Рассада Хорошая Ровненькая Все Посадили Может быть Слишком Рано Наверное Посадили И Все Листья Скрючились Вон Их Можно Видеть Все Начали Отсыхать Все Начало Отмирать А Вот Такие Вот Закутырки Закутышки Какие-то Кривые Все Со Сморщенными Листочками Начали Растать Ну Вот Не знаю Что-то Им не нравится Или слишком Холодно По ночам У нас Но Вроде И не холодно Там 8-10 Радусов Но Наверное Для них Это Холодно Также У нас Здесь Пробивается Петуни Самосевом Который Мы Уничтожаем Тщательно Вот Кстати Тоже В том Году Осенью Было Посажено И что Мы Видим Вышло Из Зимы Половина Отсохла Половина Осталась Зелененькая Это У нас Я Как всегда Как Начинаю Снимать Так Все Выходит Выскрикивает Из памяти Трава Которая Такими Растет Как Кустарничками Добавляют Тимьян Тимьян Вот Такой Вот Кустик Есть Вот Здесь Кстати Тимьян Другого Сорта Вот Их Шевелишь Вы Не представляете Какой Аромат Вот Этот Кустик Хорошо Перезимовал И В серединке У нас Вот Лимонник Который Также Отсушил Все Ветки Но Я Хотел Было Его Оторвать Вырвать Но Если Вы Можете Посмотреть Вот Это Вот Приросты Идут Корневые Так Что Я думаю Что Он Растет Вот Нашел Прирост Вот Я Нашел А Вот Здесь Их Много Этих Приростов Вы Не Представляете Какой Божественный Чай С Этим Лимонником Пахнет Лимоном Аромат Стоит Прям Вообще Очень Хороший Ну Что Вот Так Собственно Горя Выглядит Наш Двор Со Всеми Клумбами Обошел Я двор Давайте Сюда Зайдем Здесь Здесь У нас Стоят Две Бочки Пластиковых Для Полива Вот Этих Вот Всех Клумб По очереди А Да Здесь Вот Еще У нас Растет Клемат Садина Это Польские Сорта Это Уже Посажено Года 3-4 Это Третья По моему Группа Обрезки Если Я не Ошибаюсь То Они Отмирают По Самую Землю И Каждый Год Дают Новый Прирост Здесь Вот У нас Через Ну Сколько Здесь Полтора Метра Наверное Будет Но Два Не Будет Я Здесь Не Лягу Полтора Метра Точно Будет Даже Наверное Чуть Чуть Побольше Растет Гортензия Черешковая Вот В том Году Были Вот Такие Побеги Приросты Все За Зим Отсушило Тоже Хотел Было Выдергивать Но Подождал И вот Пошли От Корней Приросты Вот Такие Не знаю Что Будет Так Вроде Вот Здесь Мы Начали Делать Беседку В том Году Осенью Пока Еще Там Конечно Такой Аврал Вот И Здесь Тень Ей Этой Гортензии Тень Нужна Отсюда Вот С Запада Когда Заходит Солнышко Ей Достается Наверное Около Часа Солнышко В день Вот Но Тем не менее Вот Почему-то Она Отсушила Очень много В этом году Растений Которые Отсушили Все ветки Все приросты Прошлогодние И все Пошли Из От Корней Ну А здесь Вот Что У нас Здесь Такая У нас Как бы Сказать Хозяйская Часть Там Впереди У нас Стоит Машина Здесь Вот Жена Вешает Белье Все Тоже Ей Сделали Сказали Что Сделали Плиточкой Вот И Сбоку Здесь Растут Колоновидные Сливы Колоновидные Сливы Эти нам Привезли С Краснодарского Края Ребята Видео Очень длинное Кто досмотрит До конца Тут будет Супергерой Вот Сливы Вот эти Привезли С Краснодарского Края Сорта Их было Всего Четыре И они Были Посажены Еще Где Вот Здесь Стол Под них Рылись Большие Котлованы Потому Что Здесь У нас С этой Стороны Участка Вообще Одна Глина Сплошная Прям Обычная Красная Глина Вот Их Были Посажены Четыре Саженца И они У нас Так как Не было Ни забора Еще Ничего Они у нас Отмерзли Прям Напрочь Два Саженца Погибли Совсем Ну а Два Вот Потихонечку От Корневой Поросли Начали Давать Приросты Тем не менее Они такие же Колоновидные И вот Уже Растут Наверное Лет Года Четыре Или пять Эти Сливы Но в этом году Цвели Очень хорошо Но Опять На них Ягод Плодов На них Не будет Вот Потому что Все у нас Без дождей Хотя мы их Поливаем Но вот Так вот Тем не менее За четыре года Они вот С Краснодара Адаптировались У нас И начали Вот расти Вот эта вот Слива Так она почти У нас Два метра Просто С меня И Что Дальше Здесь Беседка А вот Ту вот Клумбу Еще не снял Он Блин Как долго Все это Снимаем Быстренько Вот эту Клумбу Что Здесь У нас Есть У нас Здесь Гортензия Метельчатая Ванилла Фрайс Вот Эту Покупал Как Гортензию Метельчатую Сандэйс Фрайс Но Они В том Году Я их Сажал Весной Они Дали Прирост Цвели Но По-моему Они Одинаковые Абсолютно Не знаю Вот В этом Году Я их Срезал На пенек По Рекомендациям И Вот Они Дали Такие Приросты Здесь Вот У нас Вегелла Цветет Красным По-моему Руби Роуз Что Ли Называется Вот Хотя Я Утеплял Вот Эти Прошлогодние Все Ветки Она Вот Очень Хорошо В прошлом Году Наросла Мы Саженцы Покупали В Ашане И Она В том Году Очень Хорошо Наросла Но За Зиму Все Это Я Утеплял Утрасилом То Ли Сапрела То Ли Обмерзла Белый Это Было Посажено Позапрошлым Году Осенью В прошлом Году Это Его Был Первый Вегетационный Период Но Здесь Вот У нас Поляной Всходит Огонек В простонародье Как он Николеус Забыл Как называется Ну Ладно Так как Он Здесь Был Большой Густ То Он У нас Деформировался Был Таким Однобоким Поэтому В этом Году Я Его Вообще Тоже Подстриг Почти на пень Очень Куртко И Он Вот Такой Вот Сейчас Нарастает Красивой Шапочкой Ровненькой Дальше Спирея Сера Очень Красиво Цвела Тоже Хочу Сказать Что В том Году Был Куплен Вот Такой Укоренен Череночек Вот Так Она Наросла Вот Такой Высоты Но Это Был Небольшой Кустик Прям Совсем С Очень Тоненькими Веточками Но Тем В этом году Очень Красиво Цвела Таким Была Белым Пятнышком На этой Кломбе И Вот Уже Выбил Молодые Приросты Ну Здесь Лилейник Бордерный По моему Нежно Желтый Туя Golden Globe Западная И Можжевельник Такой Дали Знакомый Тоже Откапывали Обрезали Так Как он Сильно Разрастается Тоже Это Блюкарпит Вот Голубой Ковер Я так Думаю Что он И сюда Все Заполонит И под Туей Все Тоже Заполонит И Немножечко Выйдет На Плиточку Будет Такой Неровный Рваный Край Красивый Тем более Сочетание Золотого И Голубого Мне кажется Будет Очень Хорошее Ну Вот Такая Вот Клумба Вот Еще Одна Кстати Вот Эта Клумба Она Вообще Туя Западная Даника Еще Одна Но Вот Туя Которая У меня Была Посажена Вот Здесь Вот Сбок На Этой Клумбе Она Немецкой Селекции Привезенная Купленная В Москве А Эта Туя Западная Даника Польской Селекции И сказали То Что Она Будет Не 50 60 Сантиметров Как Вот А Где-то Метр Метр Даже Десять Вот Такого Размера Ну Посмотрим Что Будет Птички Вон Прилетели Ссорятся Здесь Вот Еще Посажена Вот Начала Вылазить Вот Такая Вот Какая Декоративная Травка Понравилась Жене Были в питомнике И купили Но Ей на солнце Очень Очень Плохо Так что Я думаю Что Я ее Пересажу Вот Туда К хостам Наверное Потому что Она вся Горит На солнце И выгорает Но она Только Вот Вылезла И Что Еще Хотел Снять Это Наш Огород Так Скажем Вот То Что Все Это Вот Идет У нас Вторым Уровнем Теперь Поднято Это Наш Огород Сегодня Я снимал Для вас Ирисы Здесь Вот Клематис Который Вот С тем Клематисом Который Посажен Около Зеленой Бочки Это Вот Они Одинаковые Но Разные По цвету Вот Виды Одинаковые Но Сорта Разные Этот Клематис Я вам Уже Заснимал Несколько Раз Здесь У нас В первую Очередь Были Посажены Розы Чайно Гибридные Роз Был Посажен Очень Много Но Каждый Год Выпадает По 2-3 Куста Итак Что же У нас Здесь Посажено Здесь Посажено В этом Году Это У нас Да вот Хоть Убейте Сейчас Я вам Не скажу Глициния Китайская Это Уже Моя Вторая Попытка Сажать Вот Посадил Опять Я хочу Чтобы Краем Беседки Здесь И краем Беседки Вот Здесь Пустить В двух Направлениях Обрезать Чтобы Она Завивала Всю Беседку Осталась Одна Роза Вот Здесь По моему Кроненбург Сорт Вот Здесь Была Роза Еще И Здесь Была Роза Все Это Выпало Одна В том Году Выпала Одна В этом Году Выпала Здесь Вот У меня Посажена Была Магнолия Они Были Посажены У меня Дома Дома Очень Хорошо Нарастали Но Потом Вот Это Все То Что Они Прироста Дали Все Это Что Почему То Засохло Не Знаю И Вот Когда Сюда Высадил А Я Же Сюда Высадил И Здесь Был Возвратный Заморозок Ее Здесь Прибило Да Но Вот Вроде Как Вот Там Вот Из Почки Просыпается С этой Стороны И Вот Сейчас Сниму Еще И Вот Еще Почка Одна Просыпается Это Вот У нас Магнолия Суланджи Должна Цвести Розовыми Цветками Здесь Вот За Домом Посадил Ее Здесь Тихо Вроде Должно Быть Посмотрим Как Это Все Будет Потом Нарастать Здесь Вот Тоже Был Ряд Роз Но Тоже Все Это Очень И Очень Проредилась Итак Здесь Вот Роза Большой Куст Красных Роз Здесь Вот Еще Одна Роза Кроненбург Это Точно Кроненбург Потому Что Покупал В том Году В Ашане Пихта Корейская Зильберлок Которую Сажал Этой Весной У меня Есть Видео По Ее Пересадке И Вот Как Кстати Можно Видеть У нее Приросты Идут И Вы Не Представляете Даже Дала Выгнала Одну Шишку Вот Такая Вот Пока Она Маленькая Зелененькая Шишечка Будем Ждать Пока Когда Она Будет Сиреневой Потом Снимем Еще Раз Когда Она Уже Выпустит Все Приросты Здесь Вот Еще Одна Магнолия Посажена Ну Вот Почему Магнолия Все После Того Как Высадил Их Все Начали Болеть Это Магнолия Сьюзана Невзрачные Такие Вот Стоят Не знаю Уже И подкармливал И Корневинчиком Проливали И чем Только Не Проливали Но Что-то Вот Не Идет Это Можжевельник Мэри Китайский Дальше Здесь Роза Кстати Вот В этом Году Роза Выпала Вот Эта Роза В этом Году Выпала Причем Уже Начала Давать Приросты Все Хорошо Но Я так Думаю Вот Здесь Из-за Того Что Это Старое Уже Все Хотя Это Как Баргаверш Часть Внутри Там Вроде Кора Тоже Есть Все Это Камбий Как бы Сохраненный Что Не Хватает Не Охота Почему То Ей Расти Стала И Вот Она Выпала Это Вот Тоже Отмирала До Конца Но Дала Оттуда Из земли Порсель Все И Уже На Бутонах Стоит Канна Краснолистная И Там Вот У Меня Еще Будет Посажено Канна Ну Обычно Красным Цветет Который С Зеленым Листами Два Густороз Флорибунда Вот Эти Розы Перезимовали Хорошо Ну То есть Которые Нечайные Нечайно Гибридные Те Хорошо Перезимовывают Посадил Сюда Можжевельник Монарх Китайский Такой Вот Колонный Так как Розы Мы отсюда Хотим Убирать Совсем Вот Здесь У меня Будет Как бы Тоже Такая Шириной В два Два С половиной Метра И возможно Еще у Картошки На следующий Вот Немножко Отвоюю Место И здесь Как бы Такую Тоже Хочу Посадить Лесополосу Которая Будет Из благородных Можжевельников И Елей Ну Таких Не Высоких Больших А Карликовых Которые Там Ну Максимум Четыре Метра Растут Вот У нас Столько Всего Много В голове Вот Правда Все Выскакивает Дерен В регатной Тоже Только Вот Там У нас Пестролистный С белым А Здесь У нас Пестролистный С желтым Ну Что Еще А Ну Да Монарх Показал Вам По краю Забора Вот Здесь Вот У нас На огороде Также Идут Клематисы Вот То Что Там Посажено Вот Где Палочки Стоят Это Вот У нас Клематисы Этот Вот Старый Куст Мы Перевезли С собой Клематис И Он Еще Что Наверное Больше Корневую У него Подрубили Как-то Потому Что Перевозили Два Мужика Корневую Еле Еле Дотащили Вот Такой Прирост Дает Но Цветет Не Очень Такими Крупными Голубыми Цветочками Здесь Вот Еще Одна Роза Должна В том Году Дала Хорошую Такую Высокую Плеть Почти Высотой Вот Этот Забор Но Я ее Все Заматывал Утрасилом Но Она ее Отсушила Или Обмерзла Или Усохла Не знаю Чем Но Тем не менее Вот Дала Много Таких Вот Приростов От Снизу Этот Вот Клематис И Вот Там Вот У нас Клематис Такой Мелко Цветковый Посаженный Ну и Что Ребята Наверное На этом Я завершу Свой Обзор А Да Хотел Еще Показать Свою Вот Эту Сосну Которую Я Выкопал Я думал Что Она Конечно Умрет Но Она Не Умерла Живет Вот В таком Большом Горшке Я Снимал Уже Про Нее Зимой Рассказывал Как Я Выкапывал И Вот В том Году Я У нее Обрывал Вот Побеги Их Тут Можно Хорошо Разглядеть Эти Побеги Чтобы Как Говорится Были Маленькие Приросты И Вы Не Представляете В Вот Снимаю Непонятно Ничего Вот Здесь Вот Видно Вот Здесь Вот Начала Из Спящих Почек Давать Приросты Так Что Что С ней Будет Дальше Я Хочу Так С ней Сделать Вообще Не Вайки Но Посмотрим Что Будет Дальше Так Извините За Очень Долгое Видео Но Хотел Все Снять Хотел Все Снять Подробно Вот Так Вот Наш Двор Вот Так Вот Выглядит Сбоку Наши Посадки И Сейчас Отойду Вот Так Вот Выглядят Эти Вот Посадки Вот Здесь На Огороде Мы Сажали Здесь Изначально Конечно Розы И Первым Заданием Их Было То Есть Вот У нас Окно С Кухни И Жена Говорит Чтобы Эти Розы Было Видно Хорошо Окно А Все Эту Ботву Остальную Картофельную Там И прочие Луки Чтобы Их Видно Не Было Итак Ребята Всего Доброго Вот Такая Вот Опять Картинка Будет Красивая Завершающая Вот Такое Получилось Длинное Видео Всего Доброго Всем Пока А Что Будет Дальше Дальше Будет Больше Снимаем И Смотрим Если Понравилось Видео Ставьте Лайк Подписывайтесь На мой канал Все Пока Всем всего Хорошего Продолжение следует